Дорогие друзья, сегодня мы пишем в Алубке. Перед нами Алубкинский дворец и нижняя дорога входа в Алубкинский парк и Алубкинский дворец. И вы видите, пейзаж перед нами вполне симпатичный для написания. Как всегда, небочка, среда обитания. Единственное, что сегодня мы, может быть, чуть-чуть ход изменим, мы наберем небо, а потом перейдем, кистью наберем небо, а потом перейдем на тряпку, и тряпка перечислит основные цветовые пятна. То есть пойдем от очень мутного к прорисованному. Я беру разбавитель, беру белило, беру голубую ФЦ. Там примерно такой цвет и такая тональность. Небо светлое, но еще светлее его солнечные зайчики. Поэтому я оставляю пока светлым низ, для того, чтобы эти зайчики потом не сопротивлялись укладке. Тряпкой разжиженную красочку приведу, так сказать, в выкрашенное состояние. Небо там почти однотонное, нет светлости вдоль горизонта, а просто светлое однотонное небо. Тряпкой мы не вытираем, а распределяем красочку. Распределяем до аккуратного распределенного состояния. Несколько темнее у нас, чем небо. асфальт и каменные каменные заборы, и каменный вдали дворец. Его мы наберем через сиреневые. Голубой, розовый. И мы получаем сиреневизну, которая, вы видите, ложится от тряпки мутно. штриховательно. И в этом есть свое своя вкусность. То есть буквально притираем холст. Теневые движутся по асфальтовой дороге и поднимаются немного на забор. и надеждаем. И надеждаем И надеждаем вещество. , и надеждаем Вероятно, здесь у нас упрутся в потолок картины, упрутся кипарисы. То есть они композиционно нам здесь выгодны, поэтому упрутся. Дальше у нас дворечик. Дальше у нас дворечик и одна из его каменных стен, а-ля крепостные стены. Дальше у нас дворечик. Дальше у нас дворечик. Наверное, все-таки переставим башеночку в более центральное место. Вот сюда. Спасибо. 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 Возьмем теперь желтый и бирюзовый в пользу желтого плюс белила. И постараемся вот эту светлость, в полную меру светлости набрать, светлость этой зелени. То есть перечисляем основные пятна нашего пейзажа, главные пятна. Возьмем кадмик красный, светлый и белила. И чуть-чуть наметим себе освещенность каменной среды асфальта и каменных заборов. Спасибо. Спасибо. Даже немножко желтого добавил к кадмию красному. К красному в разбеле, немножко желтого и вот почти оранжевый цвет этих светлых зайчиков. Только что вот эти звуки света лежали на асфальте, поэтому я их тоже обозначаю, хотя их сейчас уже не видно. Так, ну а теперь возьмемся за зеленый, который у нас будет, конечно же, зеленым в первую очередь. Но не только, периодически к зеленому мы будем добавлять розовизну, которая даст сереневатость зеленому. И как следствие, некоторый солнечный эффект. Тряпка сама по себе неплохо рисует, и вы видите практически ветви. Эти ели прекрасно укладываются этим инструментом. Такой пейзаж сегодня мы пишем, что и придумывать ничего не надо, и так все нарядно. Вы слышите сейчас, как дети радуются окружающей среде. Место действительно потрясающее, рядом ручей журчит, птицы поют, все есть. Для счастливого общения с природой. Вы видите, тряпка очень симпатично укладывает. Она как предназначена для подобной работы. И вы видите, что действительно... Красный, добавленный к зеленце, дает холодненький цвет зелени, который оттеняет яркий нарядный свет, освещенный солнцем зелени. Дает ощущение множества своим маканием. И уже нам не нужно обладать сверхтехникой укладки кистью, чтобы множество было эстетичным. Зелень нависает над забором. Продолжение следует... И вы видите, что зелень собрала пейзаж в некое целое. Горизонтальность забора лучше продемонстрирована. Продемонстрировать вертикальными... Ой, вертикальность забора лучше продемонстрировать вертикальным штрихом. Чуть-чуть, чуть-чуть наметить этот штрешочек. Продолжение следует... И наоборот горизонтальным штрешочком показываем лежачую плоскость асфальта. Центр картины, конечно, вот это вот место. Оно самое съедобное, самое сладкое, самое живое. И вот его, конечно, будем сейчас наполнять уже краской и содержанием. В первую очередь сюда. Пока мы немножко поздно выехали. Сейчас где-то около шести, стоило выехать к пяти. Может быть, даже к полпятому, чтобы успеть все расставить и стартануть вовремя. Но, тем не менее, мы успели захватить самое главное световое ощущение. Ну, а теперь будем его развивать. Единственное, что мы потеряли вот это. Ну, в принципе, эта штука несложная. Какая будет, такая будет. Главное, чтобы здесь это содержание прозвучало. А это содержание, кроме фиолетового, имеет такой теплый оранжевый привкус. Мы возьмем фиолетовый цвет. Сначала загоним его. Пусть он даст розовость и тепленькость. И к нему же еще добавим оранжевизну, которая выявляет, что эта часть вся на свету. Светленькость, вернее, освещенность солнцем выявит. Мне нравится ваша картина. Ну, вот видите, нас уже похвалили. А чем вы рисуете пальцы? А чем только не рисую. Видишь, и ножичек у меня. Мне нравится ваша картина. Хорошо. Аж почти розовые. Чуть светлее в этом месте. Вот там вдаль толщина воздуха сделала свое. Потом уже уточнительно. Мы обрисуем силуэт и будет все понятно. Вот так. Лезвием мастихина можно временно вырезать это дело. прежде чем мы кисти уточним. И уже какая-то ясность архитектурная появляется. Синька, которую мы изначально положили, синит, да, вы видите. Она тоже нужна. Она везде помигивает и дает эффект воздуха. Поэтому хорошо начать с синьки. И уже синьку пачкать цветом. Теневую часть всю набрать через синие. Вы видите, от того, что мы сейчас оранжевизной чуть-чуть припачкиваем вот эту часть. Она буквально клубится светом. А здесь, как и в нашей природе, здесь все потише, здесь уже глубокая тень. Ну, в смысле, тень без этого праздника света. Мастихин удобно укладывает кипарисы маканием и чирканием. И чирканием по высоте, и чирканием по ширине. Опять с розовым взял. Розовый дал холодочек зелени. Здесь я только чуть-чуть воспользовался розовым, а здесь усилил. Здесь я иду. Желтый с бирюзовой вразбели. И мы вот эту нарядную освещенную зелень аж густой краской наполняем. Обратите внимание, что я постоянно вытираю мастихин в тряпку. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Там откровенно оранжевого нет. Но оранжевый даст настроение солнечности, усилит настроение солнечности. Там есть фиолетовая оранжевизна, но мы ее преувеличиваем. Это веточки нашего кустика. Вот можно их даже чуть-чуть резьбой такой обозначить. Без разбела бирюза с желтым. Тоже дает ощущение солнца. Идем. Это веточки. Это веточки. Да. Идем. 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 Казок мастихинам дает ощущение множества мелкой ряби листвы и дает фактуру краски, а фактуру краски любит световая часть. То есть освещенные куски любят фактуру краски. В тени зелень вы видите даже чуть-чуть сиреневит, это плюс розовый и зелень дает такой холодный оттенок. Кадми красный в разбеле, а теперь желтый в разбеле. По очереди каждый дадут усиление освещенности вдали. Спасибо. Напоминаю, световые партии любят густую краску. И мы наполняем густятинкой. Да, чуть-чуть, чуть-чуть поздненько мы приехали. Имейте в виду, что лучше приехать полпятого. Раздавленная густая краска звучит сиятельно и дает ощущение настоящего солнечного зайки. Раздавливаем. Еще хочу ваше обратить внимание, что я не застреваю на каком-то одном куске картины. Пишу всюду. Всюду мои интересы. Я не забываю о других кусочках, которые кажутся, может быть, неактуальными. Неактуальные кусочки поддерживают своей некоторой сделанностью и важные куски. Поэтому делаем все, всю картину сразу пишем. Ну, единственное, что может быть вот эта часть, поскольку она и так останется в тени, можно пока не трогать, но мы ее набрали. Чуть-чуть обозначим кромку забора, которая, даже если бы там не было этого светика, лучше ей быть с небольшим сиянием света по кромке. Здесь наоборот, она светлая. Папа! На ней как папа! На тебе туда! Вот это горит. Вот так. Папа, подышу. У него пройдет. Красиво. Вот так. Здесь его тихо. Приводится. Тут кипарис стоит. Обозначим. Особенно хорош будет кипарис в связи с тем, что его заслоняют листья гигантского инжира, а они другие, чем вся остальная здесь растительность. Это будет красиво, если мы обозначим разнообразие зелени, представленной перед нами. Так. Вот так. Мне. Крупные листья инжира заслоняют. Лежачая кисть к холсту, лежачая, удобно раздает листья. Чуть-чуть световых, чуть-чуть теневых. И можно несколько еще и веточек дать, вот такие они у инжира. Чуть-чуть пробивается свет сквозь. Вы видите, какие тряпка раздает нарядные и правдоподобные множество листьев. То есть мы берем тряпку а-ля розочка, зачерпываем нужный цвет. И вот такими маканиями. Продолжение следует... Поскольку теневая... Поскольку мы положили туда мало краски. Она довольно легко обводится. И вот таким вырезанием, вырезанием обрисовали. А дальше уже уточнительно укладываем силуэт. Опять же, можно всегда сфотографировать местность и в домашних условиях довести это дело до более точного. Причем даже по сухой картине можно вполне дорисовать. Вы видите, преувеличена рыжесть этой архитектуры. Но оно дает эффект солнечности, хотя эта рыжесть там есть. Куртург! Спасибо. Спасибо. Съемка, да, Илья? Да. Я могу? А, проехать. Грязноватый цвет камня. То есть, это вот все, что у нас на палитре практически валяется, слегка серебристого цвета. Спасибо. 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 Величие зрителей не станет для вас проблемой. Вы видите, я уложил несколько крупных пятен, которые легли на почти продресь холста, почти на сухой холст. Он только припачкан, а новые мазочки немножко с веществом, раздавленным веществом, но они легли прозрачно, на прозрачное. И в целом все это смотрится прозрачно, как и прилично тени. Тень прозрачна. Похожим образом поступим и здесь. Мастихин сам раздает разнообразные лоскутки камня. Вот эта голубизна, которая осталась от первичной укладки, тоже хороша, вы видите. То есть не значит, что это все должно быть равномерно закрашено, как там на природе. Нет, пускай оно будет мерцательно. Пускай мерцает голубизна. Вот буквально лоскутки, лоскутки. И уже каменность забора выразилась. Спасибо. 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 Там виднеется арка. За которой тоже солнечный свет. Просто заливочку света совершил. О, блин. Спасибо. 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 Куполе сказать, у него своеобразная очень форма. Но вы ее закончите, я думаю, да? Чуть-чуть теневая, которая уже совсем тоненькой полосочкой видна из-за ухода бугра. Она отделила эту часть от той дальней части. Ну, сейчас я ставлю буквально последние. Буквально последние деталечки прописываю. То есть, опять же, сфотографировав общий вид, вы всегда сможете дома вот такие элементы закончить уже непосредственно с фотографии. Вы видите, я сохраняю некую однотонность вот этих архитектурных площадок, которые как декорации сейчас стоят, будучи освещенными с той стороны. То есть, они в контражуре. Папа, дядя, папа, есть на площадке. Жauft sing道. Бережьте! Папа, что это? Придется. Время мояMola тоже может быть. σεк evсер Продолжение следует... Продолжение следует... Разнообразием... Маканием, буквально маканием. Вы видите, что характер укладки... Когда нам покажут, я надеюсь, передний... Ну, близкий план... Вы увидите, что тряпка уложила краску как кисть, но без труда, без какой-то сверхъестественной техники исполнения. Поэтому и вы тоже можете пользоваться этим приемом, потихоньку осваивая и кисть. Вы видите, я практически рыжий, ржавый цвет уложил солнечный. Вот на эти места кипарисы аж почти ржавого цвета. А тенистая их часть зелено-черная. Чуть-чуть махру края обозначим. От того, что у кипариса еле сзади не густая, они, естественно, на разных уровнях кажутся. Чуть-чуть теплиночкой пройдет. Пойдемся по вот этой голубизне тени, но как бы чиркательно, чтобы прозрачно синева светилась из-под той теплинки, которую мы сейчас кладем. И тогда это будет эффект именно тени в солнечный день. То есть рефлексы дают рыжие проявления на теневую. И самое главное, небо со своей голубизной дает синеву тени. Вместе они создают такой холодноватый теневой мотив. Буквально последние штришочки. Вот эти обводочки. Чистенькой красочкой чуть-чуть голубоватой обведем. Чуть-чуть обведем это дело. И даже если будет некоторая неровность, все это вполне прилично для этюдной живописи. Ну вот такой вот южный мотивчик. И я рекомендую вам приехать к Олубкинскому парку, к Олубкинскому дворцу по нижней дороге в 5 вечера приступить к работе. Будет очень красиво. КОНЕЦ